Классный вопрос. С чего бы начинал Некрашевич карьеру менеджера ютуб-канала? Давайте представим, что я решил стать менеджером ютуб-канала, но у меня уже есть опыт и знания, которые есть у меня. Давайте так. Совет Некрашевича из двадцать первого года Некрашевичу, там, допустим, в году пятнадцатом, когда я начинал вот это массированно все делать. Первое. Самое важное. Сначала не бери там аппаратуру, там, туда-сюда. Сначала пробуй. Тестируй сам. Снимай все сам. Пробуй, совершай ошибки. Чем больше ошибок, тем больше знаний. Второе. Взял какой-то видеоролик, условно, бесплатный. Посмотрел, сделал. Вас никто не может ничему научить. Вы можете только научиться. Это важно. Третье. Ну, давайте не будем цифры, там, да, чтобы это было, что я сбьюсь. Еще один момент. Есть канал, внизу будет на него ссылочка, называется «Компьютерная грамотность». Я столкнулся с проблемой, что я не знал терминов. И очень часто, когда мне объясняли люди те или другие термины, я плавал. Но я делал при этом такую классную минуту, типа, да-да-да, я все понимаю, конечно, там, да. Конверсия, да, ну, легко понимает, что там, да. Выдержку поставить, там, да. О, ISO 2000, ну, конечно, легко, там, да. Что-то такой форматный объектив, ну, да. Микрофон, петличка, вообще легко, без базара. А потом приходишь и начинаешь плавать. Вот поэтому сначала надо получить базу. Для чего? Потому что многие пытаются, вот вы же, когда идете в школу, это все равно, что когда вы идете в институт, пойти в институт без базовой школы. То есть вы не умеете ни писать, ни читать, вы не знаете арифметику, но вы хотите сразу в дамки. Так не работает. То есть все, что вам дают в курсах, все, что тебе Саша дадут в курсах, есть бесплатно. Ты просто это не умеешь искать. Поэтому лучше найди бесплатно. Начни это читать и постоянно мониторить спрос. Ты должен быть в тренде не трендов Ютуба, а в тренде тех людей, кто сможет тебе заплатить деньги за твои услуги. То есть почему? Ты можешь быть, скажем, поваром, кулинаром, который дома готовит вкусную еду, но ты не станешь с этими же знаниями поваром или кулинаром, там, в большом ресторане. И уж тем более не станешь, там, в Michelin ресторане, там, как-нибудь, там, шефом. Почему? Потому что те знания, которые ты получаешь, вот, поверхностные, тебе не позволят стать всеми сразу. Надо становиться нишей. Например, что значит ниша? Я бы пошел, допустим, и стал менеджером Ютуб-канала именно для интернет-магазинов. То есть я бы все узнал о видео для карточек товара, о видео, допустим, о компании, о том, как снимать, как продвигать, как делать, как оптимизировать, как видео будет позволять продвигать карточки товара в поиске, как видео позволяет продвигать страницы сайта в поиске. Или я бы стал менеджером Ютуб-канала именно для кулинарных каналов или для туристических, то есть я бы занял нишу. Я бы стал номер один какой-то определенной нише, в одной нише. Но потом отработав, потому что самое главное, это получить бюджет на тест. Если у тебя есть свой бюджет, можешь его тратить. Если нет, то должен найти клиента, который поверит в тебя. А клиенты всегда, то есть я говорю про клиентов с большой буквы. Хорошие, у которых есть бюджеты, они всегда выбирают лучших. Им не нужны кто-то. Им нужны первые в этой нише. Поэтому ты, Саша, должен стать первым в этой нише. Должен стать, допустим, первым в нише менеджера для Ютуб, для интернет-магазинов. Еще один совет. Сразу делай свой канал. Свой канал, где ты будешь объяснять, где ты будешь учиться, где ты будешь все свои там кейсы, ошибки, новости, статьи зачитывать. И ты будешь, обучаясь, показывать это то, что у тебя будет канал. Иди в социальные сети. Рассказывай, как ты учишься, как ты факапишь, как тебя послал заказчик, как ты там две ночи делал заказ, а потом он от тебя отказался. Иди делись. Люди, грамотные, большие заказчики, очень сильно любят, когда люди делятся не тем, что они сделали, а тем, что у них не получилось. Потому что именно на анализе тех ошибок, что не получилось, и есть настоящее большое обучение. Следующий момент. Собирай отзывы. Вот ты сделал клиенту что-то хорошее, проси у него отзыв. Проси видеоотзыв. Потому что потом, вот у меня сейчас есть тысяча отзывов, даже уже больше, полторы тысячи отзывов. Из них более 500 видеоотзывов. Это работает классно. Видеоотзывы работают вместо тебя. Они работают днем и ночью. Они работают везде, в социальных сетях, в ютубе. Люди приходят с отзывов. Почему? Потому что если у тебя нет отзывов, нет опыта. Нет опыта, значит, ну, как бы ты говоришь, я работал, но клиент уже там закрылся, или там клиент запретил. Это не работает. Мы ищем большого заказчика. Большой заказчик – это тот, кто может платить большие деньги. Они всегда выбирают лучших. Ты должен стать лучшим. Следующий момент. Первый твой канал будет большим куском говна. Второй тоже будет большим куском. И третий, и десятый. Сотый будет классным. Сотый будет шедевральным. Не верь тому, что у всех сотый канал, а у тебя сразу будет второй. То есть ты перескочишь из, то есть, из класса там первый, потом второй, третий классный. Нет. То есть пока ты не сделаешь сотню ошибок, у тебя не будет понимания, как это, ну, как это все работает. Еще момент. Собирай команду. Команда всегда сильнее одиночек. Команда – это то, что может тебя заменить. Это то, что можешь кому-то делегировать. И команда всегда – это сильнее, мощнее, продуктивнее, эффективнее и надежнее. Потому что люди покупают, ну, большие клиенты, они покупают скорость и покупают качество. А самое главное – они получают гарантии. Им не надо быстро и недорого. Быстро и недорого – надо лохам. То есть, если ты хочешь работать с теми, кому надо, там, быстро, недорого, там, и классно – это не… Вот сразу отказывайся. Ищи большую рыбу. Точи свой топор. Точи топор, чтобы срубить. Придет время – срубить дерево. Качай свой личный бренд. Качай бренд команды. Качай так, чтобы у тебя никто не мог сказать, что ты кого-то обманул или кого-то обвел в руку пальца. То есть, да. Даже если клиент не выгоден, но он может дать тебе профит – работай. Не бойся ошибаться. У нас десятки раз было то, что мы приходили к именитым клиентам, предлагали им свои услуги и они дальше садились нам на шею. Мы получали опыт. Мы получали, не получали ни денег, ни рекомендаций, но мы получали бесценный опыт и мы уже знаем, как с ними себя вести. Мы знаем себе цену. Мы знаем, как это работает. Следующий совет – мониторь рынок. Постоянно мониторь людей, оказывающих те же самые услуги, что оказываешь ты. Это очень важно. Ты должен каждый день просыпаться и не завидовать конкурентам, а мониторить их, анализировать. Это счастье. Конкуренты – это то счастье, которое тебе приносит удовольствие. Они делают ошибки вместо тебя. Тебе лишь стоит просто проанализировать эти ошибки. И только потом, в следующий момент, найди себе действительно наставника, который будет видеть твои ошибки. Ты ничему не научишься в общей массе. Вот у нас есть школа видеоблогеров. Вы действительно можете, просмотрев четыре тысячи, пять тысячи бесплатных уроков, стать классным менеджером. Но у вас будут ошибки, одна из них может быть фатальной. И вот самое дорогое в курсе – это обратная связь. Это то, когда человек посмотрит то, что делаешь именно ты, ответит на твои вопросы и даст именно тебе по твоим ошибкам обратную связь. Вот это самое эффективное. Я думаю, Саша, что был тебе полезен. Всего доброго. Пара-бара-бам. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.